МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Звено по обслуживанию защитного пункта управления городского предназначено для укрытия оперативного персонала при чрезвычайной ситуации. Итоги второго дня всероссийской тренировки по гражданской обороне. В переводе с греческого педагог – это ведущий. Педагоги Десногорска получили заслуженные награды. Много-много раз за то, что учите вы нас. Учителей второй школы поздравили с профессиональным праздником. А теперь об этих и других событиях подробнее. По данным Инвестпортала Смоленской области, за период с января по август текущего года наибольшая динамика наблюдается в производстве транспортных средств и оборудования. В данной отрасли индекс промышленного производства за указанный период установлен на отметке в 165,5%. Мобильная группа задержала три фуры со свежими шампиньонами. Согласно сопроводительным документам, две партии грибов родом из Польши, третья – из Сан-Марина. Как сообщает пресс-служба таможни, польские шампиньоны являются санкционным товаром и их ввоз в нашу страну запрещен. В связи с этим грибы подлежат уничтожению. Партия грибов из Сан-Марина передана сотрудникам Россельхознадзора для проверки и последующего принятия решения. На плановом оперативном совещании глава муниципального образования город Десногорск Вячеслав Сидунков подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Вячеслав Владимирович представил Андрея Николаевича Ворона-Ковалевского, назначенного на должность главного архитектора Десногорска. Специалисты отдела социальной защиты населения ждут на прием граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС. Которые в 2016 году еще не оформили ежегодное пособие на оздоровление и дополнительный чернобыльский отпуск. Им необходимо обратиться обязательно в отдел социальной защиты населения до наступления нового календарного года. Это обязательно в этом году. С 3 по 27 октября в Десногорске проходит традиционный экологический месячник по уборке территории города. Месячник проводится у нас совместно с администрацией муниципального образования и советом руководителей города. И данный месячник закончится 28 октября совместным субботником, также традиционным. Медики отмечают незначительный рост простудных заболеваний. Грипп не регистрировался. По состоянию на 30 сентября прошли вакцинацию против гриппа 1306 человек, что составляет 32,5% от плана. 4 октября в деревне Мольково Кордымовского района саперы пожарно-спасательного центра изъяли артиллерийский снаряд и уничтожили его. Пресс-служба центра напоминает, что при обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя их бросать в костер, сдавать в металлолом, разбирать и переносить. В Десногорске продолжается всероссийская тренировка по гражданской обороне, соответствующая алгоритму действий в условиях крупномасштабной чрезвычайной ситуации. В ней участвуют все структурные подразделения объектов экономики города. Какие мероприятия прошли во второй день учений, смотрите в нашем сюжете. Этот день начался с видеоконференции, на которой подвели итоги первого дня и озвучили задачи следующего этапа. В ходе учений на базе городского центра досуга был развернут сборно-эвакуационный пункт и пункт выдачи индивидуальных средств защиты. Также на СЭПе, согласно алгоритму, для условно-эвакуируемых были организованы медпункт и комната матери и ребёнка. Всего в городе 8 СЭПов. Руководит эвакуацией население председатель эвакокомиссии Сергей Тощев. К учениям привлекались специалисты лаборатории внешнего радиационного контроля. Их подразделение оснащено всем необходимым для работы в условиях крупномасштабной ЧАЭС. «Особенность лаборатории заключается в том, что она в режиме реального времени, то есть в режиме движения, может передавать радиационную обстановку». Подтвердил свою готовность к действиям в условиях крупномасштабной чрезвычайной ситуации и отряд, обеспечивающий безопасность укрываемых. Отряд состоит из звеньев технического обслуживания убежищ, медицинской помощи и радиационно-химической разведки. По окончании штабных учений глава муниципального образования город Десногорск даст оценку действиям всех задействованных в них служб. О результатах всероссийской тренировки мы узнаем после подведения итогов на уровне правительства России. Ценный подарок ко дню учителя получили сельские школы Смоленской области. Это ключи от 21 новенького микроавтобуса. Ежедневно школьные автобусы доставляют из отдаленных деревень почти 3,5 тысячи школьников. Это 20% от количества обучающихся, проживающих в сельской местности. Новые микроавтобусы рассчитаны на 11 пассажиров и оснащены экономичным двигателем. Более 350 смолян приняли участие в Большом этнографическом диктанте. Отметим, что результаты всероссийской проверки знаний в регионах повлияют на учебные программы по этнографии. Символично, что они станут известны 4 ноября, в День народного единства. В преддверии Дня учителя в Доме детского творчества состоялось торжественное городское мероприятие, посвященное этому всероссийскому празднику. Подробности смотрите далее. Педагогов Десногорска приветствовали почетные гости. Глава муниципального образования Вячеслав Сидунков, его заместитель по социальным вопросам Сергей Тощев, начальник управления информацией и общественных связей Смоленской АЭС Евгений Шубта, председатель комитета по образованию Римма Овечкина. Воспитанники Дома детского творчества выступили с музыкальными поздравлениями. Семеро работников учреждений образования Десногорска в текущем году удостоены почетных грамот Министерства образования и науки Российской Федерации. Это Галина Манина, учитель русского языка и литературы средней школы номер 2. Алексей Гусев, учитель физической культуры средней школы номер 4. Раиса Цыганкова, заведующая детским садом Дюймовочка. Лидия Хоркина, воспитатель детского сада Ивушка. Вера Молодикова, воспитатель детского сада Чебурашка. Татьяна Кузьмина, воспитатель детского сада Мишутка. Ольга Никитичева, воспитатель детского сада Аленка. «Хотел бы пожелать вам вот такого же огромного тепла в отзывах ваших учеников, слов благодарности от ваших выпускников, ну и, конечно же, поддержки и со стороны близких, и со стороны родителей, детей, которых вы обучаете». За профессиональное мастерство, высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего поколения в 2015-2016 учебном году и в связи с Днем Учителя Вячеслав Владимирович и Сергей Валентинович вручили педагогам города почетные грамоты Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, благодарственные письма Десногорского городского совета, почетные грамоты и благодарственные письма главы муниципального образования. За оказание помощи и поддержку обучающихся в создании видеороликов для муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям» Евгений Шубта наградил педагогов города благодарственными письмами Госкорпорации «Росатом». Молодежный этнокультурный лагерь «Диалог культур» прошел с 26 сентября по 2 октября в Калужской области. Смоленщину представила методист молодежного центра Десногорска Надежда Чекмарева. На протяжении недели участники делились опытом реализации этнокультурных проектов, участвовали в мастер-классах и открытых лекциях. По окончании работы лагеря всем участникам торжественно вручили дипломы. Есть праздники, которые в разный период своей жизни отмечает каждый человек. И день учителя – один из них. В нашем городе к нему относятся по-особенному. Как поздравили своих педагогов во второй школе Десногорска, узнаете из нашего сюжета. В актовом зале собрались учителя и бывшие работники школы, ветераны педагогического труда. В этот праздничный день все поздравления и слова благодарности звучали только для них. В этот день ветеранам педагогического труда были вручены благодарственные письма и почетные грамоты от главы муниципального образования, комитета по образованию и администрации школы. Также 12 педагогам были вручены грамоты за высокие показатели в труде. Президент Республики самоуправления ДОМ тоже поздравила учителей с праздником. Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порой отнимаете свое ценное внимание у близких. Я желаю провести вам этот праздник в кругу семьи. Счастья, здоровья и благополучия вам! В мероприятии приняли участие все звенья школы. Малыши подготовили очень трогательную концертную программу из нескольких номеров. Средние радовали педагогов своим бокалом, а старшие ученики подготовили видеопоздравления для каждого учителя, которое вызвало в зале шквал смеха и море радостных улыбок. В такой шуточной форме, скажем так, под каждого подбирали музыку с детьми, все современно, очень всем понравилось, вот реакцию видели. Судя по тому настроению, которое царило в зале, праздничный концерт удался и понравился всем. Завершился турнир по мини-футболу среди школьных команд Десногорска. Первое место у средней школы номер два. На втором месте команда четвертой школы, на третьем первое. Четвертое место досталось команде третьей школы. И это все, чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова